здорово всем друзья рад видеть вас все на канале и совсем недавно я записывал ролик со светлым дыха где он в принципе показал хороший результат после окончания фестиваля талантов я думаю результат будет еще лучше но также задался вопросом почему не играет темный дыха ведь раньше этот талант был намного востребован выбирался он чаще и было как-то время когда играли только на этом таланте но сейчас не то что на этом принципе дыха никто не играет и сегодня мы пойдем тестить статистом темного дыха через две вариации моя вариация будет с мечом и ведьмой у дантиста будет в принципе статуя посмотрим на то как это хренатень сейчас раскачивается как это хренатень сейчас стоит и можно ли из этого что-то выжить а если не выжить то чего и этому всему не хватает перед началом желаю всем приятного просмотра кто кушает приятного аппетита маленькая пауза и будем начинать до сих пор дала через игру фатальная ошибка совсем недавно разработчики поменяли интерфейс его официального сайта с покупками где вы при покупке получаете бонус к десяти процентам я расскажу как этого делать правильно смотрите есть сайт market my games ru games 125 принципе домен вы этот видите сами поэтому по этой ссылочке мы переходим после чего у нас есть весь спектр того что можно купить в этой игре от платины до ядер кристалла в принципе пропуска если вы чего-то не видите что вам надо просто покупайте платину и в игре у вас будет выбор купить это заплатить поехали допустим я хочу купить себе 200 плате допустим я мужчина я собрался я нажимаю вам дальше купить пока что все просто маля поддержите автора всем максимально просто если вы хотите поддержать внизу нравится моя творчество и войти на кодовое слово олег не так и буквы олег дальше нажимать активировать здесь показывает что вы будете поддерживать меня продолжить здесь вы можете подписать свой никнейм и написать любое сообщение которое хотите чтобы я увидел опять же я буду на стриме я это все дело увижу и такой вот интерактивчик между подписчиками представлять на рассмотрение и здесь у вас будет показано справа что вы поддерживаете именно меня после чего выбираете метод оплаты я допустим у меня айос вот это вот мы идем продолжить и дальше способ оплат банковская карта идем дальше она пригружается вот на банковская карта ввожу все данные после чего у нас происходит оплата в принципе и я вижу ваше сообщение которое вы хотели мне написать у себя на стриме все максимально просто пользуйтесь потому что в игре этого бонуса нету а здесь за те же самые деньги вы можете получить этот бонус всем заранее огромное спасибо и уже идем врываемся в бой куртки мы сняли потому что это не та пешка которую можно тестить принципе с куртками и в принципе точки относительно неплохие я думаю по одной двойной у нас есть и можно двигаться колоды абсолютно идентичные за исключением того что вместо меча у него статуя а вместо ряды утиль в нам все принципе одинаково рассказываю чё мы здесь с вами делаем мы обязательно должны поставить все так по всех дх мы должны поставить на точки зевса потому что зевса апнули без зевса скорее всего и чтобы хоть как-то этим поиграть нужно играть с гайкой утилем либо же с русалкой но также есть проблема с набором стаков слишком долго это все копится поэтому я пожертвовал очищением и взял темный договор ради того чтобы что правильно копить о нет копить хоть какие-то стаки хоть как-то их набирать потому что ну просто не успеваешь ты их накопить все очень быстро заканчивается тебя руинит босса тиру нет мини боссы по босса в принципе урона хватает но светлый дх все равно намного лучше намного лучше он смотрит очистит волну набирает урон пробивает боссов а темные как бы грустно ну и такое по ведьмам как лучше нам выставиться сюда пойдет ведьма сюда скорее всего вот этого дх я буду оставлять одного из и принципе подкачивать после чего когда я раскачаю точку роста даст бог я сделаю его там т7 и тогда пойдет хорош урон так теперь срочно срочно что мы делаем мы должны скипнуть вот этого дх и смотреть 1 2 3 4 5 6 идеально 6 штук у нас в принципе воинов есть которые нам нужны и мы погнали раскачиваться все копируем все соединяем раскачиваем видим прожимаем постоянно секса каждый каждую волну у нас будут добавляться стаки даже если мы не будем успевать это все дело накапливать и все 100 стаков как минимум я обязан сделать если я не сделаю 100 стаков это будет конечно очень грустно так и пока я сделаю 1 2 и все сижу все сижу больше мана мне ни на что не хватит 4 стака ведьма есть а у дантиста принципе идеально под одну статую все выставляется но вторая статуя там нужно просто чтоб она была и увеличивала за счет своего получается третьего таланта за каждый ранг крит урон на один процент в одну статую урона было бы меньше из сложности ему надо очень много ведьм чтобы это все аккуратно стояло если я могу в принципе выставиться без статуи и поставить своих ведьм то там так не получится просто посмотрите если посчитать то это раз два три ладно 3 нормально у меня тоже будет 3 я почему-то думал что он поставит последнего куда-то так и нужно будет 4 но в принципе это хорошо так вот как я и говорил у нас пошли стаки дополнительно каждый дх у нас будет съедаться на поле раз 15 секунд если я не ошибаюсь да не как у инквизитора я не знаю это очень глупо наверное инквизитор кушает каждые 30 секунд дх кушает каждые 15 где справедливость спросите а я вам скажу справедливости нету имеем то что имеем нужно сделать 5 дх после чего волне на 10 найдя золотую я думаю нас получится сделать на точке роста т7 и обязательно нельзя забывать что эту точку нам все-таки нужно раскачивать так восьмая ведьма она потом уберется надеюсь так золотой пока не видно вторую ряду если даст будет вообще легенда или первого орликина отлично отлично делаем это так левая рука у меня уже как видите натренирована то есть каждый день я вам обещаю что я буду становиться лучше я буду тренироваться чтобы левой рукой я мог выигрывать то что люди не могут выигрывать правой и принципе у меня это получается на данный момент я иду на 8 200 кубков ориентировочно это топ-20 после сегодняшнего стрима который будет вы уже вы посмотрите у меня будет еще больше и просто страшно подумать что будет когда правая рука у меня обратно восстановится это будет просто гигантские гигантские числа урона блин и ведьм мало все еще пять как будто я что-то делаю неправильно так барабаны кто-то повысится или это не считается за соединение давайте сделаю так что должно повыситься и это повышается дряда зачем не знаю но пусть будет так жмем здесь а дальше и уже 20 смотрите то есть не так много дх у меня на столе не так много дх у меня на столе но за счет того что я играю с темным договором у меня есть стаки без них просто было бы габелла причем очень грустная габелла так это я сейвлю просто лишние дряды все отдаю когда найдется золотая уже будем о чем-то думать вот это я хочу оставить пусть стоит скорее всего а вот эти две точки роста я буду раскачивать после чего я закину одну ведьму сюда и одну ведьму сюда и принципе на трех ведьмах мы будем выживать макаки нас пробивать не будут потому что наши дх стоят далеко соответственно и урон какой-то должен быть пока что максимум что я выжимал это было что-то вроде 60 в поэтому если я сделаю больше очень на это надеюсь то это будет уже какой-то показатель хороший ну что давайте пробовать искать золотую ну так она и бывает у тебя есть талант 15 ряды и за все манапы ты просто не можешь найти золотую грустно но ничего не сделаешь поэтому их можно скипать я думаю пока просто вот так копировать нет смысла я лучше получу 4 стака на дх прожму зевса я буду очень сильно верить то что получится уничтожить барабан 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 трибунала без зевса там еще и мартышка мартышку тоже нельзя чтобы призвало ну и 1 3 видим есть все принципе можно посидеть покопить там тоже неплохо там 8 видим неплохие стаки с учетом того что там щит то есть дантист играет без темного договора и блин по 17 так хорошо правда у меня уже 36 где-то синего меча не зачем она это качает мне это не нужно блин у меня надо также глаза накапливать я не могу определиться либо ведьм либо глаза что из этого не делать 1 2 может какой-то пробужденный насыпет барабан все барабаны надо прям сразу отдавать вдыха потому что ну нам по факту их некуда сейчас отдавать и пока что будем пихать каждый стак это плюс жизнь какая-то я надеюсь что это будет на пользу хотя после 60 стаков там на 0 5 урона это мало по 3 хорошо 0 5 как будто бы как будто бы недостаточно с учетом того какие сейчас пешки есть я понимаю логику разработчиков что они не хотят воскрешать старые пешки чтобы люди играли новыми но поверьте иногда иногда хочется взять дыха и просто составить какую-то конкуренцию в пупы особенно темного который не особо и граби но смотрите до войны и боссы уже 50 стаков как будто бы неплохо можете сказать вы и неплохо скажу я если мы сделаем себе мечей откуда-нибудь так видим пока пропустим давайте соединять вот это нужны глаза нужно больше глаз я очень надеюсь что вот этот вот модификатор когда мы соединяем 5 пешек у нас повышается одна рандомная столе повысится именно вот этот вот дыха на точки роста потому что ну блин чисто физически мне кажется я не смогу найти золотую дряду просто не везет на нее два контр заклятия у меня в шмотках то есть одно в копье и один контр зак у меня в амулете поэтому вычищаться я должен прям стабильно и пока что проблем нет но это наверное до первого вируса которого я либо не скрипну либо он разойдется настолько далеко что все будет трагически печально 15 видим первые 10 глаз 2 10 вас 3 10 глаз а когда я успел это сделать я даже не обратил внимание когда она все успелось накопиться амулет 38 поэтому я копирую видим судя потому как у меня копятся глаза так контр заклятия пока не подводит можно было одеть куртку у меня в куртки на ману 3 контр заклятия ну а теперь уже можно начать и собирать как будто бы это может иметь смысл если накопить какое-то хорошее количество маны нам нужна еще одна четвертая дряда и у нас есть на это 30 секунд скорее всего я не успею поэтому просто буду призывать пешки на стол да и вначале еще смотрите что что она пытается сделать первые ничего страшного ведь да еще золотую пожалуйста я заманав не нашел и нет 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 буквально одной дряда мне не хватило если понизить ведьму это успех нет вот так не бывает никогда не бывает так как ты хочешь и сейчас контр заклятия быстрее пожалуйста хорошо 30 секунд чтобы найти еще одну третью ряду и как будто это уже намного выполнимее и ста 7 отлично 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 теперь главное все аккуратно сделать и не запутаться все легенда легенда т7 есть все остальные у нас до т7 докачаются по любому они ведь докачаются и продолжим копить стаки пока что урон у нас однозначно больше что под зевцом что без зевца по боссам я конечно не уверен так диссонанса я уничтожу так все я начинаю оставлять эту ведьму потому что мы приближаемся к максимальному амулету полечила кстати вот этого воина который мы сделали т7 из неприятных моментов так и все лишнее засовываем дыха как я и говорил и смотрите как он захиливает то есть он силен он силен и его лечит отлично огнирыки подождите не надо глаза доделываются непонятно как-то подкачиваются дряды поэтому я просто скипнул одно в одном так ну и 300 миллионов 21 ведьма быстрее тут мы быстрее даже когда у него активирован утильщик ну потому что разница в стаках конечно гигантская и статуя дает ему скорость атаки и шанс крита мы чисто на уроне пока двигаемся так это я успеваю же отдать да да это сюда контр заклятие в этот раз не лечит пока копировать нечего я скопирую вот это дам последний манап и какая-то непонятная просадка начинается я не понимаю почему но у нас в обоих начинается просадка на мобах уже в 7 миллионов мы не должны проседать глаз достаточно темный никуда не попадает это отлично я вспомнил чего мне не хватает и не хватает докачать амулет роста в этом проблема поэтому скипаем барабан тоже хочется куда-то отдать подходит сюда ведьму пожалуйста пожалуйста верни туда ведьму как же она мне нужна без нее намного меньше урона и погнали придется соединить дх сейчас чтобы забрать чуть урона с амулета потому что так 52 и диссонанса мы уничтожаем 5 ведьм остается у дантиста очень хорошо играя с утильщиком 17 ведьм это прям норма и начинается просадка на знаменосах обоюдная скорости атаки конечно критически не хватает оно еще и меч качает ну за что как оно оглушает остановитесь пожалуйста не нужно так мы чуть-чуть лучше задерпали еще не добавляем амулета и последнее слияние последнее слияние на волне я еще раз о нет не хватает одной ведьмы сверху прямо сейчас нам нужно ее ой 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 куда искать пожалуйста ведьму ведьму-ведьму-ведьму там 124 стака это важно или не важно по сути не важно не хочет оно давать категорически но ничего мы делаем последний стак амулета роста амулет роста готов 1 и 2b зевс опять откатывается опять мы его должны нажимать перед началом волны темный попадает в сильного но на пудинге должны вылечиться по-любому нажимаем зевса ведьма-ведьма-ведьма нужна туда я ничего не хочу отдавать так еще 10 глаз отлично все есть за исключением ведьм так это мы забираем в принципе можно ее оставить здесь что я и сделаю потому что я рисковать не хочу просто оставлю ее там где она логичнее всего ну все вы смотрите ну все у тебя огромное количество урона по боссам но на волне ты вынужден просаживаться за счет того что идет распределение но у светлого дх урона больше так мы это дефаем у светлого дх как ни крути больше урона 150 стаков это очень много нужно чтобы лечила не знаю добавлю я барабан я почему-то хочу в него верить как будто он может хоть какой-то дополнительный урон дать но по его просто его просто нет самого по себе там добавлять нечего потому что это это все это клиника очень специфическая механика шестнадцать фей и два и три б два и три б макак еще не призывает а там призвало начало конца я так понимаю скипаем в барабан и пока есть время делаем лишние стаки ну 157 это много для таких стаков он должен стоять намного больше и два мини босса это скорее всего конец это конец для нас три четыре все посмотрите они пошли их гигантское количество и мы вдвоем мы вдвоем это не добиваем и вдвоем просто одновременно проигрываем непонятно что лучше как будто и то и то полная мусорка для максимального крита и фулл всего что может быть дзевса пятнадцатых очков там это точно мало у меня я думаю тоже я думаю очень слабо это для моей прокачки тоже двадцатый съезд мы играли без курток десятые очки фулл колода представьте если бы я убрал очищение стаков бы у меня не было а в реальной игре вы обязаны брать себе очищение потому что без очищения сейчас никак не поиграешь здесь же просто с фулл уроном я смог сделать шестьдесят б это очень мало шестьдесят б на легчайше стоит сейчас монах с сойкой с редким героем поэтому я думаю что все таки разработчикам нужно взять тенденцию хотя бы приводить пешки к какому-то логическому балансу потому что когда ты играешь на дх зевсом фулл колодой и стоишь меньше чем монах с сойкой в этом есть какая-то несправедливость на этом у меня все друзья всем огромное спасибо за просмотр делись в комментариях что вы думаете по этому поводу и предлагайте идеи для следующих видео или для каких-то сравнений будем может быть трогать забытые и неиграбельные пешки и поднимать общественный резонанс чтобы их исправили потому что я люблю темного дыха но игра его не любит всех обнял всем огромное спасибо и увидимся в следующих видео пока друзья пока 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 пока